Чего уж врать, конечно, я хочу быть известной, конечно, я хочу донести свое творчество до людей. Если твой характер затупится и не будет твердым от смягчения условий, то значит он у тебя и сам по себе не твердый, а ты просто адаптируешься. А если ты реально, скажем так, сильный и крутой, то ты себя сохранишь в любых условиях. Мне за свои убеждения не стыдно, и я готова за них стоять. Я готова отчитаться за каждое слово, которое я пишу. Сегодня у нас в гостях Юлия Мамачева, лауреат Бунинской премии 2012 года в номинации «Открытие года», автор восьми поэтических книг и четырех поэтических моноспектаклей в жанре интуитивного поэтического перформанса. Всем нам с вами известный Дмитрий Быков как-то раз назвал Юлию Мамачеву «Ужасом, летящим на крыльях ночи». Давайте попробуем разобраться, почему. Здравствуй, Юля. Привет, Ваня. «Ужас, летящий на крыльях ночи». Юль, вот скажи, для такого определения, что ты сделала в своей поэтической карьере? Писать начала рано, в своем возрасте уже имею восемь изданных книг, наверное, и кому-то сильно мешаю своими достижениями, возможно. Не, ну как у любого, наверное, человека, который что-то делает в своей жизни, есть недоброжелатели и есть доброжелатели, есть люди, которые за него, и есть люди, которые против него. Поэтому ничего не имею против таких определений, тем более, что Дмитрий Львович все-таки сказал это с доброй иронией, как мне кажется. Мы с ним в хороших отношениях, он был моим преподавателем в университете, до сих пор периодически видимся, общаемся, все такое. Юля, а можно сказать, что Дмитрий Быков – это твой, так сказать, поэтический учитель? Ну, в какой-то степени определенно да, конечно, потому что Дмитрий Львович все-таки у нас преподавал в университете, и его лекции пользовались огромной популярностью, и в том числе я их посещала всегда очень исправно. Конечно, мне очень нравилось туда ходить, потому что столько знаний по литературе и по ее истории, сколько я получила тогда, наверное, я не получала больше нигде. Все-таки Дмитрий Львович – это человек с такой эрудицией безумной, совершенно неохватный, я бы даже сказала так. Поэтому да, ну и плюс мне, конечно, нравится его творчество, особенно некоторые произведения, такие как «Военный переворот», наверное, это одна из любимых его поэм. Если он в некотором роде твой учитель, вот что ты от него взяла для себя, может быть, в поэтической манере, может быть, в каком-то подходе к жизни, подходе к самопозиционированию, пиару? Хороший вопрос, но, наверное, я взяла у него какую-то привычку не молчать, потому что Дмитрий Быков все-таки пишет по очень многим календарным поводам, у него откликаются события современности, события актуальные, и, наверное, он как бы имеет смелость говорить о том, что его заботят не только в поэтической форме, но еще и там просто как-то выражать свою позицию, в том числе политическую. И за это я его очень уважаю и стараюсь, наверное, как-то поступать так же. Но на самом деле я живу по принципу «не сотвори себе кумира», и кумиров у меня нет, есть только люди, которых я уважаю. Вот Дмитрий Быков, наверное, среди них, конечно же. А ты не находишь, что вот такое следование актуальной повестки может размывать поэтический дар, собственно говоря, вот этот вот канал с Богом? Ты понимаешь, я никогда не пишу стихи нарочно. Я никогда не сажусь и не начинаю вот это вот выводить строчечки. Нет, я так не делаю. То есть я пишу только о том, что у меня откликается. То есть я просто, наверное, не журналист по своей натуре, хотя училась на факультете международной журналистики, как раз в МГИМО. Ну, я не журналистка по своей натуре. По своей натуре я все-таки человек вот не от мира сего, если так выражаться. Ну, имеется в виду вот эта вот связь, как ты говоришь, с Богом или с космосом, можно это назвать как угодно. Вот, поэтому, конечно же, и актуальные события, и какие-то такие вот вещи современные могут находить отклик в сердце. И как, точнее, как они могут не находить отклик в сердце, если мы живем в этих реалиях. Ну, например, вот только что была пандемия коронавируса, и она до сих пор еще не закончилась. Если всех нас заперли по домам на два с половиной месяца, как это может конкретного автора не трогать? Все-таки мы же живые люди в первую очередь. Наверное, как раз-таки комбинация живого и божественного, прости господи, и делает поэта поэтом, я думаю, так. То есть у каждого поэта есть тело, есть какие-то человеческие слабости, и силы, и потребности, и так далее. И мы посредством поэтических навыков, наверное, стараемся выражать актуальность. Ну, безусловно, у каждого человека есть тело. Вот, Юль, у меня тогда по этому поводу как раз есть вопрос. Вот в нашей поэзии сложилось такое определенное течение, фемписьмо, то есть ярчайшим представителем которого является, например, Галина Рымбул. Вот как ты относишься к вот этой телесности в стихах, к этому вот растабуированию тем, растабуированию смыслов? Ты знаешь, я к чему угодно отношусь хорошо, если оно красиво подано. Ну, то есть я сейчас обойдусь без оценочных суждений каких-то, но я, например, ну, лично мое мнение, я не очень люблю верлибры, например. А многие современные авторы, в том числе те, о которых ты говоришь, пишут верлибры. Ну, конкретно мне, наверное, эти стихи не очень близки. Но при этом как бы повестка телесности и выражение телесности в стихах, я считаю, почему нет? Почему бы и не выразить? Ну, если это сделано как бы умело, наверное, искусно, наверное, красиво, то можно, в принципе, что угодно выразить так, что это затронет сердце. Главным образом, наверное, автор должен писать честно. Ну, то есть если конкретного автора или авторку, не знаю, волнует тема вагины или тема, не знаю, болезни какой-то, или тема головного мозга, или тема Великой Отечественной войны, неважно. Ну, то есть главное, чтобы эта тема волновала по-настоящему, чтобы написание произведений на эту тему не было следованием мейнстриму какому-то, потому что многие поэты и поэтессы пишут, например, и о Великой Отечественной войне исключительно для того, чтобы, не знаю, пропиалиться или выиграть какой-то поэтический конкурс. Некоторые поэтессы современную пишут на феминистские темы специально для того, чтобы тоже попасть в повестку. И в этом нет честности. И вот такое я не люблю. А если в стихах есть честность, если автор или авторка, поэт или поэтесса выражает себя, выражает свои боли, свои мысли, то, что для него или для нее болит и является важным, то это круто. А как отличить следование повестки и следование каким-то актуальным тенденциям, которые могут тебя действительно сильно волновать, от, собственно говоря, попытки вписаться в тренд и попытки быть модным? Как это отличить? Как понять вот эту точку честности? Ну, у меня всегда какой-то, наверное, один критерий существует. Определение этой честности. Это либо йокает, либо нет. Ну, то есть, если ты читаешь произведение, у тебя от него по позвоночнику бегают мурашки, электричество и все такое, то, наверное, это настоящее стихотворение. А если ты читаешь, и вроде бы красиво, вроде бы хорошо написано, вроде бы качественно, но ощущение, что этому стихотворению место на поздравительной открытке, скажем, или в сборнике «100 лучших стихов о любви». Или о «Вагине». Или о «Вагине», или о «Войне», то, наверное, как бы это не стихотворение, а просто какой-то шарпатреп и работа на публику, работа на, как бы, ну, на искусственное, наверное, самовозвышение в глазах общества. Вот я бы так это назвал. Ну, все равно размыто, Юль. Вот какие критерии вот этого Йокани, что должно быть в идеальном стихотворении, чтобы оно откликнулось? Свежие метафоры, хорошие рифмы, если мы говорим о традиционном стихе. Если мы говорим о верлибре, то, наверное, просто свежие метафоры и какой-то цепучий ритм. Вот бывает. Я, как уже говорила, не очень люблю верлибры, но некоторые верлибры меня тоже цепляют. То есть я читаю их, ловлю вот какой-то внутренний ритм, какой-то, не знаю, ритм сердца или ритм, я не знаю чего, ритм города, которым автор вдохновлялся при написании. И начинают вот тоже как-то это торкать, извиняюсь за выражение. Потом что еще? Ну, существует вообще целый ряд средств художественной выразительности, которых никто не отменял. Вот какие основные для тебя? Ну, я бы сказала, конечно, метафоры. Потому что если это какая-то избитая метафора, то интересно не будет, а можно, не знаю, описать что угодно так, что будет эффект вау. Я, например, всегда запомнила, мне когда было лет 16, я участвовала в поэтическом конкурсе, и один из мастеров, это был конкурс Мацили, который я сейчас уже сама сужу и являюсь там мастером. И тогда один из мастеров проводил мастер-класс, соответственно, и говорил о банальностях и небанальностях в поэзии. И вот он говорит, есть, например, всем известная общеупотребимая метафора, что глаза там цвета моря, глаза были похожи на море. Он говорит, ну и как сделать эту метафору неизбитой? И вот привел такой пример. Я в глазах ее увидел море с обломками погибших кораблей. Ну и сразу совершенно другое. То есть как бы понятно, что синие глаза многие описывают как море, но обломки кораблей внутри, они уже дают совершенно другое настроение. Казалось бы, три лишних слова, но какая-то целая история раскрывается, что там и тоска, и потеря какая-то, и боль, и грусть, и, я не знаю, там утраченная молодость, может быть, даже. Ну то есть целый огромный образ вырастает из, казалось бы, сочетания слов совершенно короткого. Вот это я люблю в хорошей поэзии. Мне кажется, это один из ее признаков. Когда вроде как лаконично, вроде как кратко, вроде как простое такое сочетание слов, но ты чувствуешь какую-то магию, и вот из этой точки вырастает бог, я бы так это сказала. Ну и, наверное, я не люблю тоже, ну как бы не то, что я не люблю, но мне кажется, это признаком плохой поэзии, если написано растянуто. То есть если тебе уже надоело слушать, а стихотворение еще даже к середине не подошло, то это тоже как-то так себе. Ну то есть все-таки, наверное, как в японских ресторанах логика есть, да, что лучше чуть-чуть недокормить, чем перекормить. Но бывает, что автор просто не может кратко выразить свою идею и выражает ее многословно, и эта многословность играет против него. И, кстати, в верлибрах это очень частая проблема, именно поэтому они мне редко нравятся, потому что бывает, что автор, у него нет вот этой четкой структуры, которая есть в классической селоботанической поэзии, и он просто растекается вот так вот мазками, мазками растекается и впадает в приступ болтологии, наверное. То есть, Юль, если мы проведем такой эксперимент, то твой поэт скорее губерман, чем Бродский, да? Не знаю, не тот, не другой, наверное, особо не трогает, честно говоря. А хорошо. А кто из современных авторов, ну вот на твой взгляд, идеален? Вот кого можно назвать лучшим поэтом нашего времени именно на твой вкус? Ну я бы сказала Александр Кабанов. Конечно, очень хороший автор. Я причем на его стихи наткнулась совершенно случайно, мне было лет 15, я тогда еще училась в школе, но уже начала выступать, нашла несколько поэтических тусовок в Петербурге, где я тогда жила, и, соответственно, увлекалась современной поэзией тоже. Ну всю классику уже к тому моменту перечитала и стала искать интересных современных авторов. И каким-то образом я наткнулась на его стихотворение «Абстентный синдром», по-моему, он назывался. То есть есть такое понятие, как абстинентный синдром, известный алкоголикам, да? А тут абстентный синдром. Очень меня это стихотворение потрясло, я после этого прочла, по-моему, все у него, что могла найти. Очень сильно мечтала познакомиться с этим автором, когда приехала в Киев, даже ему написала в Фейсбуке, говорю, «Александр, буду очень рада, если вы придете на мой творческий вечер, если вы у меня выступите с специальным гостем». Но у него, к сожалению, были какие-то дела, не смог прийти. Очень жаль. По твоему творчеству, Юль, сложно сказать, что ты любишь Кабанова. Почему? Кабанов – это такой яркий представитель постмодернизма, у тебя же не такая поэзия. То есть все-таки автор, который тебе нравится, он не должен влиять на тебя и менять твою манеру. Он может просто нравиться? Когда ты мне задал этот вопрос про Быкова, как он на меня повлиял, я именно поэтому сразу и затруднилась ответить. Потому что, на самом деле, я же уже говорила, что я живу по принципу «не сотвори себе кумиры». То есть мне может кто-то нравится, но я не буду у человека тыльть его манеру. Ну почему ты? Ну нет, ну имеется в виду даже подсознательно. То есть я стараюсь быть самобытной. Ну не то, что я стараюсь как бы специально, а как бы мне вот так посамобытнее написать. Но опять же, наверное, я просто слушаю то, что лично мне приходит. То есть я могу восхищаться на дистанции кем-то. Например, мне очень нравится поэзия Жени Бильченко. Так уж получилось, что она тоже из Киева. Нет, ну я люблю Украину. Поговорим про Киев еще. Да, люблю Украину, ничего не поделаешь. Мне очень нравится поэзия, например, Веры Полосковой, поздняя именно. Ну то есть поначалу я к ней тоже относилась довольно скептически, ну потому что мне эти темы, наверное, не очень близки, которые она описывала. Ну хотя на самом деле, чего же греха таить, подростковая любовь, она, наверное, близка все-таки всем в определенный момент жизни. Ну просто, наверное, меня это не стильно цепляло, так скажем. Ну а сейчас она пишет такие философские глубочайшие вещи, особенно в связи со своими поездками в Индию. Ее вот эти вот письма из Гокарны, которые она сейчас обрамляет в видеоформат. Мне это все очень близко, очень нравится. Ну я считаю, что так как она филигранно подбирает слова, для любой эмоции, для любой мысли, которая у нее возникает, так, наверное, мало кто умеет. Мне на самом деле вот в чем сложность, да, потому что я не могу сказать, что мне нравится, например, все творчество, как бы монолитом, да, одним, каким-то, не знаю, одной глыбой. Мне бывает, что какое-то стихотворение вот очень сильно придется к сердцу, и я его наизусть знаю. А потом начинаешь, например, читать, ну и как-то уже дальше не зашло. А у некоторых авторов я и знаю, там, по два, по три текста. Например, есть очень мощное стихотворение, Алексей Сомов, кажется, зовут автора. Говорит бойцам политрук, заберите мой мозг поутру, а когда допьете пол-литру, я возникну сквоздикой во рту. Про войну, про солдат. Очень зацепило в свое время. Мне очень нравится поэзия Анны Долгоревой, например. То есть мы с ней можем в чем-то не совпадать в политических взглядах. Я, кстати, в ней очень уважаю то, что даже придерживаясь своих собственных политических взглядов, отличных от чьих-то других, она всегда их отстаивает. То есть есть люди-флюгеры, которые меняют политическую позицию. Вот сегодня мне так выгодно сказать, завтра так выгодно сказать. А Долгорева всегда вот она стоит на своем. И это я в ней люблю. Ну и поэзию я тоже очень люблю. Екатерина Перченкова. Мне нравится, надеюсь, не ошиблась фамилия. Короче, такая подборка. Ну а так я многих, на самом деле, авторов люблю, уважаю, со многими дружу. Недавно писала пост в Инстаграме про классиков, которые мне нравятся, поэтических этих вот авторов, да, классических. Нарочно не стала писать про современников, потому что очень действительно много авторов, которых я люблю. И как людей, и как поэтов. И думаю, забуду кого-нибудь, будет обиды столько, что почему меня не назвала? Да, а что ты меня уже не любишь, и вот это вот все. Но это же хайп. Для соцсетей это же неплохо. Как ты считаешь, для современного автора вообще такая вещь, как ведение соцсетей, как участие в определенных хайпах, это полезный фактор для его раскрутки, для его какого-то общественного позиционирования? Я считаю, что определенно. То есть даже самые известные, самые классические поэты, в том числе Серебряного века, они не гнушались методами пиара. И они очень активно использовали современные для себя методы. То есть тот же самый, например, Есенин нарочно поддерживал в себе вот этот крестьянский стиль. Это ему подсказал сделать Анатолий Маренгов, например, его близкий друг. Почему? Потому что он хотел быть известным. Он как бы приходил в петербургские салоны, например, в этой крестьянской одежде, специально говорил с рязанским акцентом, чтобы быть особенным, чтобы выделяться. За это, кстати, его недолюбливал Маяковский, потому что он тоже стремился стать известным, и у них было некое даже противоборство. Я вот на тему продвижения поэзии, кстати, писала диплом в свое время в Баклавляте. Ну, я, собственно, бакалавриата закончила в МГИМО, в магистратуру не пошла. Ну, вот диплом был на эту тему. И я, на самом деле, когда писала этот диплом, пришла к выводу, что не бывает чудес, что не бывает такого, что автор совершенно никак не пиарится и при этом становится известным. То есть тот же, например, Ван Гог, который, казалось бы, такой уж не от мира сего чувак, что он и ухо себе отрезал, что, кстати, неправда, и там такие другие безумные вещи вытворял. Но на самом деле он в письмах брату Тео писал многократно, что он очень хочет продавать свои картины, очень переживает, когда их не покупают. То есть он был чрезвычайно озабочен вот этой вот славой своей и очень ее хотел. А ты, Юля, озабочен славой? Ну, слушай, наверное, да, потому что я же выступаю публично и делаю это, на самом деле, очень давно уже, как бы планомерно иду к каким-то успехам. Ну, то есть я, на самом деле, против вранья. Я честный человек, я считаю. Ну, по крайней мере, мне соврать всегда неприятно бывает перед собой. Поэтому чего уж врать, конечно, я хочу быть известным и, конечно, я хочу донести свое творчество до людей, потому что некоторые мои стихи мне кажутся достойными этого, некоторые мои стихи мне кажутся очень важными. Я, например, горжусь тем, что я их написала, и мне хочется, чтобы их кто-то прочел побольше людей. И отчасти так мне кажется, потому что бывает, что люди мне пишут, например, такие вещи, как «Ваши стихи помогают мне жить», «Ваши стихи я читала в реанимации, когда, не знаю, болела, да, или когда готовилась к операции, тоже читала ваши стихи». «Не знаю, ваши стихи помогли мне пережить болезненное расставание». Ну, то есть такие вещи я часто как бы читаю в сообщениях, которые мне люди пишут. И из этого делаю вывод, что, наверное, мои стихи делают чью-то жизнь лучше, ну, а значит, почему бы не донести их до большего числа людей. Поэтому я считаю, что соцсети, они как бы очень сильно способствуют продвижению, они очень сильно способствуют популяризации современной поэзии. Поэтому глупо отказываться от того, что у тебя есть по факту рождения в XXI веке. Тот же самый Пушкин, я уверена, будь он нашим современником, он бы обязательно этим пользовался, потому что всеми современными и актуальными для него средствами пиара он пользовался вообще вот так вот, с большим удовольствием. Например, он издавал поэтический журнал. Всё-таки, вот если говорить о славе, о стремлении к увеличению своей известности, вот ты лично, насколько далеко ты была бы готова зайти в этом? То есть, ну, есть такое знаменитое, да, вот это выражение, нашему рыжему делают биографию. Вот насколько глубоко можно зайти вот в этом делании биографии, в жизни творчества? Ну, я бы никогда не стала делать какие-то подлые вещи, например, пиариться на, ну, как говорится, да, пиариться на костях. Но это плохой пиар. Ну, то есть, такой пиар я никогда себе не делала, например, ну, не знаю, есть некоторые там люди, которые после смерти какого-то известного человека начинают говорить, ой, это был мой лучший друг, да, например. И везде прыгают, везде там вытирают слёзы на камеру и всё такое. Ну, такого я никогда не делала. Например, ну, когда умер Стаслав Игоревич Белза, я очень сильно переживала из-за этого, потому что мы с ним были действительно в тёплых отношениях, но я как бы никуда не лезла ни на какие телекамеры, хотя пришла там на прощание и везде. Ну, то есть, вот такие вещи я бы никогда не стала делать, потому что, ну, это вот с душком. И я считаю, что те, кто нам посылают стихи, наверное, они будут не рады, если таким образом человек будет продвигаться. А вот, например, участие в политической жизни. Ты автор, который умудряется совмещать в своём творчестве и в своей публичной деятельности очень, ну, можно сказать, полярные вещи. Ты ездишь в Киев, делаешь там квартирник, приезжаешь и выступаешь в Амхате имени Горького, у Баякова и Прилепина. Ты идёшь и выступаешь на мероприятии там по поводу Великой Отечественной войны, а потом идёшь на объявление приговора Серебряникова. Вот как у тебя внутри совмещаются такие противоположные и полярные проявления политической жизни? Ну, опять же, я говорю, что я откликаюсь на то, что лично мне близко. Ну, то есть, я честна перед собой. Ну, как бы есть люди, которые, например, там, не знаю, сам себе человек говорит, я либерал, всё, вот с этого дня я люблю вот это, вот это, вот это и вот это, а вот это я не люблю и вот это я не люблю. То есть, я не такой человек. Или там человек говорит, я, там, не знаю, монархист, и вот он любит вот это, вот это и вот это, а вот это уже плохое. Нет. Ну, то есть, я на себя не навешиваю никаких ярлыков, я просто стараюсь быть честной перед самой собой. Если мне действительно нравятся работы Серебряникова, если я считаю, что у нас есть гораздо более проворовавшиеся люди в нашей стране, то я пойду его поддержать, потому что это действительно творческий человек и талантливый творческий человек. Тем более, что, насколько я знаю, он не признал своей вины, а какая-то презумпция невиновности должна быть все-таки, наверное. Ну, то есть, опять же, я свечку не держала, но я пошла его поддержать, потому что мне кажется, что это правильно. Что касается Великой Отечественной войны, ну, наверное, любой человек, родившийся в странах бывшего СССР и, в принципе, в странах, которые были затронуты Великой Отечественной войной, Второй мировой, наверное, эти люди не могут не откликаться сердцем на эту тему, ну, потому что, ну, потому что, как бы, наши предки действительно отдавали жизни, да, и тем более, что лично я знаю очень многих людей, к сожалению, многих из них сейчас нет уже в живых, но я была знакома с ветеранами и с блокадниками. У меня бабушка блокады пережила. Ну, то есть, как бы, я знаю из первых уст вот эту информацию о Второй мировой войне. Ну, и как я могу этому не верить? Как я могу об этом не писать? Я, в конце концов, родилась и выросла в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и моя личная история корнями уходит в блокадный Ленинград. Ну, то есть, в это я верю. То есть, у тебя нет вот этого когнитивного диссонанса. Ну, люди, которые погибли во время войны, они же в любом случае погибали за определенную систему ценностей, за определенные какие-то, ну, я не знаю, может быть, плохо так говорить, но за определенные скрепы. И тот же Серебряников, он именно эту систему ценностей, в общем-то, и разрушает, и развенчивает своим творчеством. А я бы так не сказала. Я бы не согласилась с этим. Ну, я специально, как бы, чтобы для себя выяснить какие-то вещи, я же говорила с ветеранами, и я у них спрашивала, за что они воевали. Почти все мне говорили, что они желают нашему поколению мира и любви. Ну, то есть, все эти люди защищали мир от фашизма. То есть, от определенных, как бы, вещей, которые ограничивают свободу, скажем так, самовыражения. А Кирилл Серебряников, он как раз за свободу самовыражения. Ну, то есть, смотря с какой стороны, посмотреть. Ну, советская идеология тоже ограничивала систему? Ну, я думаю, что в то время примерно все системы ограничивали что-то. Но конкретно ветераны, они все говорят одно и то же, что главное, чтобы не было войны, главное, чтобы была любовь и мир. Вот. И на самом деле эти люди во многом, ну, в большом количестве, я бы сказал, в большинстве своем, очень терпимы к разным проявлениям. Ну, то есть, когда им задаешь какие-то вопросы о современных реалиях, они скорее будут на стороне молодежи, нежели на стороне, не знаю, скреп так называемых. Потому что скрепы, вот эти все, они, в принципе, выдуманы были, как бы тоже с политической точки зрения, чтобы ограничивать свободу народа. Ну, а ветераны и люди, которые там участвовали в Второй мировой войне, они как раз боролись против такого. Боролись против закрепощения, наверное, людей. Ну, потому что Гитлер, он же больше всего не любил как раз инаковых людей. Если мы вспомним даже, кто попадал в концлагерь, ну, можно совершенно спокойно понять. Ну, то есть, творчество Серебряникова для тебя про любовь и мир. Ну, да, я бы сказала, да. Любопытно. А твое творчество, оно тоже про любовь и мир? Да. Приведи какой-нибудь пример поэтический. Почитать? Да. И говорили что-то родители про крах мировой экономики. И сидели все в одной комнате и думала, Даша, мы в домике. А Витька ругался. Застряли, как в чертовом бункере. И свалил бы сто раз отсюда куда подальше. А Даша учила буквы. И гречка на кухне булькала. И было не очень спокойно, но радостно, Даша. Смотрела она, пока делала заданное на завтрак, как доллар зеленый растет до потолка динозавром, как президент в телевизоре велит не ходить на улицу. Как занавеска танцует, как Витька за ноутом дуется. Какие у мамы красивые волосы. Какие у папы большие руки. Наконец-то б можно налюбоваться на них, наглядеться. И думала Даша, отдыхая от ежедневной разлуки, что сейчас у нее неплохое в сущности детство. И что вообще лучший праздник весь этот коронавирус. И свела в ее шестилетнем сердце неуязвимость. Потому когда мама заплакала, что все это полный конец. И когда папа ответил, что действительно апокалипсис, Даша немедленно встала и твердо сказала, «Нет, иначе такую весну бы в окне не показывали. Ведь и правда же, глупые взрослые, как это может быть ад, если все расцветает и птицы над всем звенят, если солнце повсюду и свет его величав, если мама и папа такие смешные в его лучах, если даже Витька уже не сердится в его свете, если это весна. Весной не бывает смерти. Да, Юля, очень, конечно, актуальное стихотворение. Можно сказать, результат пандемии. Ты много написала за это время? Ну, для себя довольно много. Это сколько? Стихов 10, наверное. Я не считала, но так. Как ты себе представляешь идеальный день поэта, когда он напишет великое стихотворение? Совершенно любой может быть. Главное, чтобы у меня айфон был под рукой, потому что я от руки не пишу. Пишу все время в заметках айфона. Ну и чтобы был интернет, чтобы выложить. Потому что если я сразу, как написала, не выкладываю, у меня ощущение, что стих протух. А в этом нет зависимости какой-то определенной от интернета, от мнения других? Я думаю, что есть, конечно. Ну, не от мнения других, но от интернета точно есть. Я без интернета реально не могу. Честно в этом признаюсь, потому что даже вот на карантине, когда стало совсем уже невозможно жить, в последние три дня решили поехать за город все-таки и уехали, соответственно, к другу на дачу. И больше всего по дороге я боялась, что не будет ловить интернет. Потому что как же я буду пилить сториз, как же я буду общаться с читателями, у меня же все время кто-то что-то пишет. Ну, на самом деле я воспринимаю это как, наверное, какую-то особенность нашего времени, потому что если ты имеешь очень удобное что-то под рукой все время, как дополнительная часть тела уже у тебя, как еще один мозг с выходом в интернет, ну как же можно к этому не привыкнуть, потому что к хорошему ты же быстро привыкаешь. Любую информацию, если нужно какую-то информацию быстро получить, раз-раз, типа вот у тебя она. Если нужно с кем-то пообщаться, если нужно спросить мнение, например, аудитории, тоже выкладываешь в сториз опросы и получаешь мнение. А ты меняешь стихи под воздействием таких мнений? Нет. То есть ты вот написала, выложила и просто получаешь отклик? То есть ты обратную связь не отслеживаешь? Нет. Купаешься в лучах любви? Не всегда. Не всегда? Да, конечно. А, например? А, ну из недавнего стихотворения «Бабушка», собственно, про Вторую мировую войну. То есть я не знаю, почему, но именно этот текст всегда оказывается каким-то катастрофическим резонансным. То есть я его... Причем, ну как бы, знаешь, я читаю свои стихи, не меняя программу свою в разных городах, разных стран, куда я приезжаю. Ну казалось бы, да, вот к слову о конъюнктуре. То есть я, например, это стихотворение про бабушку, я его читала и в Киеве, где сейчас тоже настроения разные есть, да, бандеровские в том числе. И в Берлине я его читала, и в Белоруссии я его читала, которая больше всего пострадала от войны. И у нас во всех городах России я его читала. Вот. Ну и как-то везде было примерно поровну мнений. Кто-то говорил, что это супергениальное стихотворение, а кто-то говорил, что автору нужно оторвать руки. А чем они обосновывали это? Ну тем, что это стихотворение вроде как какое-то нетрадиционное. Ну то есть стихотворение с намеком на реинкарнацию. Потому что всем этим, ну почему-то тему Второй мировой во многом присваивают себе какие-то, грубо говоря, ватники. То есть люди, которые каких-то очень радикально патриотических мнений, но я бы сказала даже националистических. Им кажется, что и творчество о войне, например, должно быть только таким, что деды, беды, победы, ираны, ветераны, вот такое. Вот. Ну а я считаю, опять же, что надо выкладывать в публику, да, выкладывать из себя то, как тебе это приходит, так, как тебе это приходит. Ну мне пришло вот так. Ну могу прочитать стихотворение короткое. Да, я думаю, что стоит его прочитать и немножко поговорить более подробно. Бабушка говорит, уступите место, у меня тяжелые сумки. Место бабушка говорит, уступите, суки, всю войну, говорит, голодала, вот за тебя нахала. А потом еще сорок лет пахала. Бабушка смотрит обиженно, а говорит и подавно. Я, Настена, по батюшке Николавна девяти лет от роду отца на фронт провожала, а потом через год воем выло, пластом лежала, Анькин целый вернулся, Тамаркин на деревянной ноге. Только мой под березой успит на Курской дуге. Бабушкины глаза и морщины, как на акварельном рисунке. Уступите, говорит, место. У меня тяжелые сумки. В правой руке страна до развала, в левой после развала. А что слезы бегут, так я их не рисовала. Двух сыновей качала вот этими вот руками. Знаю, глядела, чтобы не росли дураками. Старший теперь зав отдела, у младшего свое дело. А глаза у обоих-то. Николая, деда. Бабушка говорит, на что мне ваш бог? Не боюсь я вашего бога. Я же все будто сплю, ухватившись за поручень сбоку. И она не знает, сколько весен еще по дороге встретит. И не знает, что это меня. Убили тогда, в сорок третьем. Вот такой текст. Что вызывает основную реакцию? Именно то, что ты присваиваешь как бы опыт этого солдата или что? Ну и это тоже. И потом то, что бабушка говорит, суки. Очень многие мне нравятся. Вежливая пожилая женщина не сказала бы такое слово, никогда бы не написали в комментах. Плюс не понравилось то, что бабушка требует уступить ей место. Что, казалось бы, такая заслуженная женщина никогда бы не стала этого требовать. Хотя, на самом деле, если прочесть это стихотворение внимательно, то можно понять, что это во многом внутренний какой-то монолог героини. То есть в метро очень шумно, она бы вряд ли стала это вслух говорить. Ну и, в принципе, такая форма построения, что оно, наверное, как-то претензиозно звучит. Хотя стихотворение действительно было написано в метро. Очень быстро, за буквально четыре минуты я ехала на репетицию в театр. Сидела в телефоне, увидела старушку, которая стояла. И у меня это просто поперло. Я его услышала. И некоторых реально насквозь прошибает. Многие просто не понимают, кого там в 43-м убили. То есть до многих не доходит эта тема с реинкарнацией. И человек просто пишет, не знаю, да ну нахер, вред какой-то, например. Типа вроде нормальный был стих, а в конце какой-то бред. Я говорю, ну, может быть, вы просто не поняли, о чем там в конце. Ну, то есть как бы стихотворение непростое. То есть есть, ну, я вот о чем, да, что стихи о войне во многом, ну, не скажу все, опять же, вот тот же самый стих Сомова или стихи Долгорева о войне. Они как бы, ну, необычные, скажем так, да, оригинальные. Но в большинстве своем стихи о войне – это такой ура-патриотизм. Вот это вот деды победы, воевали-убивали. А тут вроде как какая-то новая форма. И многим кажется, я не знаю, с моей стороны каким-то неприличием, то, что я, в принципе, на какую-то новую форму-то посягнула. Что, наверное, как-то неконсервативненько написано, что не надо писать так на эту тему. Например, о войне у меня есть еще одно стихотворение от лица вообще немецкого солдата, который влюблен в русскую партизанку. И этот текст меня мучил очень много лет. То есть впервые мне что-то такое приснилось, когда я вообще в детском саду еще была. И причем прям с немецкими словами. Я их сказала бабушке, бабушка говорит, ну, типа, откуда ты их знаешь? Я говорю, не знаю. Просто... Ну, то есть ты считаешь, что нет табуированных тем, если ты методами искусства касаешься, допустим, Великой Отечественной войны, то табуированных тем и табуированных приемов не существует. Вот они тебе пришли, ну, условно говоря, и вот они, их можно транслировать. То есть у тебя нет ощущения того, что должен... Ну, понятно, что бывают достаточно пошлые стихи на тему войны. Я говорю о стихах, которые были написаны теми, кто никогда не воевал. Это какие-то действительно из штампов состоящие тексты. Но бывает же, и даже очень сильных авторов, бывают достаточно, ну, такие, скажем так, шокирующие вещи. И именно шокирующие не жесткостью, а шокирующие как раз, может быть, черствостью к этой теме, например. Или шокирующие тем, что ты пытаешься играть какими-то приемами. Ну, вот, например, у тебя с реинкарнацией. Ты делаешь такую смысловую игру, которая позволяет тебе, да, интересно показать эту тему, но есть ли там что-то кроме этой игры, вот в этой реинкарнации. А что? Вот что там? Ну, вот как ты обоснуешь то, что ты, ну, что ты почувствовала, что тебя убили в 43-м? При том, что ты вот привела в другой пример, да, про солдаты и партизанку. Это, я так понимаю, что про Гретхен, да? Гретхен, да. Вот. Там же у тебя как бы из того, если вот взять творчество в комплексе, то следует, что в 43-м убили тебя, но ты при этом была немецким солдатом. То есть вот так же тоже можно повернуть? В чём сюжет стихотворения? В том, что партизан, господи, партизанка русская, советская, влюбилась в офицера, офицер за ней ухаживал, у них случилась любовь, а потом, видимо, рассекретили её, и на глазах у него, его поставили, и расстреляли её у него на глазах. Вот. И он не смог ничего с этим сделать, в итоге прожил свою жизнь, в итоге умер, реинкарнировался, и после реинкарнации до сих пор как бы её помнит и никак не может избавиться от этого образа. Вот у тебя идёт, проходит тема реинкарнации. Вот мы уже выявили два текста, где она есть. То есть в одном месте ты как бы представляешь себя реинкарнировавшим немецким солдатом, в другом месте реинкарнировавшим советским солдатом. Вот это как совмещается, как честность высказывания совмещается с противоречивыми совершенно вещами. То есть ты используешь приём, да, я представляю себя на месте немецкого солдата, советского солдата, но это приём. То есть здесь же нельзя сказать, что да, я вот... Бывают люди, которые действительно считают, что они чья-то реинкарнация. И это достаточно честно, может быть, с долей сумасшествия, но честно. А у тебя же получается, что это просто приём, он хлёсткий, но это приём. Я бы не сказала, что это приём, потому что он же мне приходит откуда-то. То есть я же не сижу и специально не думаю, так вот, кого бы мне реинкарнироваться. Вот, наверное, сегодня я буду немецкий солдат. А вот возникает такое ощущение, нельзя же одновременно быть и советским, и немецким солдатом. Ты знаешь, мне кажется, что авторы, ну, поэты, да, они все немножко ку-ку. Ну, то есть я вот в самом начале сказала нашей беседы, что мы все не от мира сего. Ну, то есть у меня иногда реально возникает огромное какое-то внутри ощущение того, что во мне живёт целая толпа людей. То есть, например, у меня есть стихотворение, которое очень сильно трогает жертв насилия домашнего, при том, что надо мной никогда никто домашнего насилия не вершил. И, казалось бы, откуда я могу знать, какие чувства человек испытывает. Ну, вот мне это пришло, я увидела место, куда попадают убитые мужьями жёны, и вот, и про это написала. Так же и здесь. Ну, то есть, я не знаю, ну, вот образ вот этого немецкого солдата, влюблённого в партизанку, я тебе говорю, он меня преследовал прямо с детства. При том, что я этого сюжета, например, из какого-то фильма или там, ну, из какой-то книжки на тот момент ещё знать не могла, я была совсем маленькая. Поэтому, почему бы нет, может быть, действительно какие-то отголоски, ну, то есть, может быть, это не какая-то реинкарнация в чистом виде, что вот был немецкий солдат, а стала Юлия Мамочева. Я не думаю, что это так. Я думаю, что, может быть, какая-то есть ноосфера, куда попадают мысли людей. Если человек о чём-то очень сильно думает, то его мысль там остаётся, а потом может каким-то образом попасть в голову другого человека и вот так воплотиться. Ну, не знаю, у тебя бывает такое, что ты там можешь себя почувствовать на месте кого-то. Ты вот когда пишешь свои тексты, тоже же, наверное, такое иногда бывает. Ну, это эмпатия. Ну, да, наверное. Ну, то есть, не знаю, стихотворение Гретхен, например, оно очень многим нравится, даже большему числу людей, чем бабушка, как раз потому, что оно как бы на самом деле представляет собой протест против войны как таковой. Ну, то есть, вроде бы вот есть немецкий солдат, вот есть советская партизанка, и вот этот чёрствый мужик влюбляется в прекрасную девушку, её убивают, он стоит, рыдает, и вот всё такое, и в нём проклёвывается Бог, в нём проклёвывается любовь. И эта любовь бессмертная, и даже после того, как он становится уже другим человеком, в нём это остаётся. То есть, оно живее, чем тело, оно живее, чем смерть, живее, чем, точнее, сильнее, чем смерть, и оно живее, чем вот эти вот стереотипы, там, Гитлер, неважно, да, вот это всё. Нет, ну, Гитлер, это не стереотип, Гитлер, это не имперский процесс. это да, но имеется в виду, что стереотипы в голове у того человека, он же, если был офицером гитлеровским, наверное, у него были какие-то стереотипы, связанные с этим в голове, что надо любить только людей, арийской расы. Ну, вот у нас возникает вот этот нюанс, если. Ну, то есть, это поэтическое допущение, это всё равно фантазия. Ты же не возводишь это в ранг религии, например, то, что ты реинкарнируешь. Ты же не говоришь, ты не возводишь это в ранг догмы, что ты вот действительно поймала его мысли. Тут же есть поэтическое отстранение от этого. Я, конечно, понимаю, в свою голову никого не впустишь, но я просто пишу стихи потоком. Я могу, вот я сейчас просто вместе с тобой рассуждаю на тему того, что там в этом стихе, вообще написано. То есть, оно мне приходит, вот как приходит, так я их записываю. Обычно потоком, обычно вот таким вот. То есть, какого-то вот, условно говоря, фильтра, фильтра разума ты вообще не ставишь? Ну, я думаю, что он автоматически как-то включается. То есть, оно же вербализируется, оно же не идёт какими-то, не знаю, визуальными образомами, как я это вижу. То есть, я это вижу, наверное, всё-таки визуально больше, чем аудиально, а перевожу в слова. Ну, слова я перевожу, посредством телесности своей, то есть, посредством интеллекта, как раз-таки, того самого, посредством языка выражаю. Ну, а сами мысли... То есть, ты берёшь и записываешь эти мысли? Короче, да. Ну, ну... И не придумываешь никогда? Нет, вербализирую то, что в голове. Поэтому я специально не пишу. Ну, если я пишу специально, ну, как раз и получается вот эта вот конъюнктура какая-то, ну, мне кажется. Ну, а вот, Юль, скажи, пожалуйста, такую ещё вещь. Если ты говоришь, что тебе приходят мысли, ну, условно говоря, мысли разных людей, может быть, это за счёт высокой эмпатии, может быть, за счёт подключения к на сфере, мы оставим. Вот этот вопрос оставим. Как ты считаешь, если, например, тебе придут в голову мысли, там, ну, я не знаю, маньяк, или ещё кого-то, ну, гидлеровский солдат, там, ну, как бы тоже можно провести такую, дать ему некую отрицательную оценку, согласить. Всё-таки поэт должен иметь ответственность в таких вещах. То есть, да, ему могут прийти мысли маньяка, и он будет так писать. Но что же он протранслирует людям? То есть, всё-таки, в какой момент наступает отсечение? Вот про что можно, чьё, условно говоря, можно транслировать, а чьё нельзя? Вот где эта грань? Я думаю, каждый автор её чувствует самостоятельно. Ну, вот ты как чувствуешь? То, что я чувствую, что лучше не писать, я не пишу. Но бывает такое? Ну, бывает. То есть, тебе приходят такие вещи, которые ты вот фильтруешь? Бывает, да. Ну, бывает, что я даже записываю это, а потом перечитываю, понимаю, что это очень темно. Ну, такое тёмное не надо людям показывать. Ну, то есть, если даже, кстати, почитать мои ранние стихи, тогда я меньше фильтровала, у меня там довольно много чернули. Ну, потому что тогда, на самом деле, как раз-таки у меня не было ещё вот этого тревожного звонка в голове, когда вот этот дзинь, вот это вот нельзя, да. А когда он появился? Ну, наверное, лет в 20 как раз. Ну, примерно. Но это было какое-то конкретное событие или это просто само по себе произошло? Ну, у меня был очень тяжёлый год. Тяжёлый был действительно год, было очень много неприятных событий, ну, личного характера. Плюс я заканчивала университет в тот момент, ну, то есть, как-то было действительно сложно, тяжело. И в какой-то момент я просто поняла, что у меня, чтобы вырваться из этой темноты, из этой как действительно сложной ситуации, в которой я сейчас живу, мне нужно найти в себе внутренний свет. Потому что если я буду писать то, что мне сейчас приходит, если я буду выпускать и вербализировать своих бесов, то я мало того, что себе не помогу, я ещё и других людей могу потопить. Потому что у меня уже было много читателей, много подписчиков, и люди мне уже тогда верили. И я попыталась в себе найти, то есть то, за что я могу уцепиться, сама себе эту руку протянуть. И постепенно оно стало получаться, и вот это вот светлое внутри стало как-то посильнее, чем тёмное. Ну, до сих пор бывает, знаешь, особенно в минуты, например, отчаяния, в минуты уныния. Я всё-таки, как любой творческий человек, наверное, склонна к дихотомии, я гений, я кусок терьма. Если вторая стадия у меня наступает, то я стараюсь в ней просто помолчать, потому что очень много можно плохого и близким наговорить по телефону, и, соответственно, в интернет в виде стихов выложить или в виде постов. И я просто... Юля, тихо, тихо, потом, всё потом. Ну, как бы это не могло не отразиться на творчестве, потому что всё равно любой автор, то, что слышит, откуда то, пропускает через внутренний фильтр. Если фильтр грязный, то грязная и будет вылезать. А если фильтр чистенький, вымытый изнутри и снаружи, то будет чистенькая, хорошая водичка течь оттуда. А вот, Юля, у тебя есть такое стихотворение «Незабудки», посвящённое теме домашнего насилия. Вот ты его считаешь светлым или мрачным? Ну, скорее светлым. Если выбирать прям чётко, светлый или тёмный, наверное, светлый. Потому что, ну, как бы оно нацеливает на борьбу. Ну, по крайней мере, как мне люди говорили. И тогда пришла она к Марье и в ноги упала ей. Говорит, хоть ты защити меня, обогрей, посмотри, говорит, до сих пор я вся в синяках. Не болят они больше, да всё не сойдут никак. Говорит, и к подругам ходила я, и к ментам, лезла в петлю, а он обещал, что найдёт и там. Здесь же, плачет она, голубые цветы цветут. Сделай Марья, чтобы меня не нашёл он тут. Марья гладит по голой спине её, вся звеня. Сколько вас, отвечает здесь, таких у меня. Становись, говорит, вот сюда, как есть, босиком. Становись, говорит, голубым-голубым цветком. И смотрела она, становясь голубым цветком, как из их квартиры его волокли менты. И орал он, но голос ей был уже незнаком, и впервые ей не было страшно до тошноты. У подъезда шептались старухи, курил сосед, сыну лет четырёх мать прикрыла глаза рукой. И на всё это падал бескрайний звенящий свет, не сентябрьский, а какой-то совсем другой. А потом голубой она стала вдруг забытьё. Позабыла она несчастное тело своё, позабыла имя, голос, лицо и быт. Так и стала цветком среди таких же цветов голубых. И глядит на них Марья и шепчет. Не там, не тут не найдут они вас. Не найдут они вас. Не найдут. Ну вот, Юль, мы послушали несколько твоих стихотворений. У тебя нет такого ощущения, что своим творчеством ты создаёшь определённые достаточно жёсткие, кстати говоря, этические правила. Они отличаются от того, что называется скрепы, конечно. Это принципиально другие правила, но они не менее жёсткие. То есть, ты фактически используешь приёмы, очень похожие на те, которые использовали авторы советского времени. Это какие? Реинкарнация. Какой советский автор писал реинкарнацию? По широкому пройду полю, то, что не было, со мной помню. Например, ты используешь приёмы, опять же, обострения каких-то социальных противоречий в ту сторону, в которую ты считаешь нужным. То есть, стихотворение «Незабудки» очень сильное стихотворение, эмоционально насыщенное, с очень чёткой позицией. То есть, это не позиция «суд разберётся», а это позиция, ну, условно говоря, «мужик-мразь». Ну, конкретно этот, да. Но это же обобщённый образ. Это же не вербатим, ты не пишешь документальное стихотворение. Ты представляешь некого, мужчину, некую женщину, вот. Значит, здесь такая история. То есть, нет ли у тебя ощущения, что ты просто пытаешься создать новую этическую модель, отличную от традиционной? Слушай, ну, я, наверное, хочу сказать, что я никому не навязываю эту модель. Ну, то есть... Ну, как искусство навязывает, это же сильное искусство, оно пробирает, значит, навязывает. Ну, таким способом, возможно, и да. Ну, просто, наверное, это отличается от того, как можно законодательно что-то, например, навязать, да, или какая-то государственная, если есть пропаганда, то это действительно, как бы, спускается сверху, и людям, ну, навязывается, да. Ну, так сначала же всегда навязывается средствами искусства, а потом уже и законодательно. Ну, у меня же нет заказа, так писать. То есть я говорю... Я про внутренний запрос и внутреннюю ответственность. Ты готова стать, условно говоря, одним из создателей новой этики? Ну, ты знаешь, я пишу то, за что мне не стыдно. То есть мне за свои убеждения не стыдно, и я готова за них стоять. Я готова отчитаться за каждое слово, которое я пишу. Поэтому, да, наверное, готова. Ну, то есть я не пишу, если могу не писать. Это раз. Я пишу только то, что действительно по-настоящему чувствую, и при этом никому не подыгрываю специально, не вру, как бы ни перед кем не присмыкаюсь. Пишу только то, что у меня от сердца исходит. Это два. Ну, и третье. Я действительно никому не навязываю свою идеологию, если человеку она не нравится. Ну, я вот уже приводила пример, что вот с той же самой Анне Долгоревой у нас совершенно разные политические позиции, и при этом мы, можно сказать, творчески дружим, вместе выступали, и я восхищаюсь ее творчеством. Ну, то есть у меня, как бы в этом, наверное, либеральная позиция, то, что да, есть какие-то вещи, которые конкретно я там не принимаю, не люблю, не уважаю и не делаю. Но если кто-то считает по-другому, в рамках закона, пускай делает, что хочет серьезно, но не со мной, скажем так, и не с моими близкими. Ну, то есть, как-то так. Ну, то есть у меня есть, как у любого человека, какой-то, наверное, личный свод внутренних правил, которые я уважаю, и эти правила я пытаюсь соблюдать. И, наверное, от своих близких я, можно сказать, требую этого тоже. А, наверное, просто дело в том, что когда человеку нравится чье-то творчество, то он каким-то образом встает на сторону этого автора и становится своим для меня. Но в таком случае, наверное, ему тоже становится важным то, что я пишу, то, что я транслирую. Вот так. Ты же понимаешь, что читатель или зритель или слушатель это всегда некое упрощение. То есть, он выхватывает какие-то самые сильные основные вещи и уже свою систему мировоззрения, если ему это близко в той или иной степени, строит на них. Вот я о чем говорю. То есть, например, тот же самый Маяковский, ну, известно, что он принял советскую власть с огромным восторгом и как он, в общем, создал определенный фундамент творческий для советской власти. Аналогичные поэты были и в, собственно говоря, например, Италии в те же самые времена. И они создавали определенный фундамент, искренне веря в то, что это хорошо. Вот в чем ответственность. То есть человек может искренне верить, но он как бы не смотрит на несколько шагов вперед, к чему приведет его искренняя вера. Вот ты об этом не задумывалась? Задумывала. И какие у тебя соображения? Ну, я не призываю ни к какому насилию, например, наоборот, призываю к миру, призываю к любви. Ну как, ты не призываешь к насилию, но ты говоришь, вот у вас пункт А, у вас есть убитая женщина, пункт Б, есть мужик, что надо сделать с этим мужиком? Я ни к чему не призываю, они просто рядом стоят. Ну как, ну если, я просто пишу конкретную историю, что да, в этой семье случилось такое несчастье, конкретно этот человек должен сесть в тюрьму. Да. Ну, то есть, это стихотворение о том... Ну ты обобщаешь в этом стихотворении, это же не вербатим, это не документальный текст. Слушай, ну так можно сказать про все, то есть, типа ты пишешь, например, про то, про любое искусство, ну да, ну то есть, типа ты пишешь про то, что мальчик вышел на улицу, у него, не знаю, украли велосипед, и что ж теперь, то есть, можно сказать, ты призываешь мальчиков в 10 лет не выходить на улицу с велосипедом, потому что у них их украдут. Ну, Юль, ну это не одно и то. Ну нет, ну почему? Ну потому что, потому что завтра кто-нибудь напишет стихотворение там про распятого мальчика, условно говоря. И что? Это будет элемент пропаганды. Пропаганда чего? Ну вот у меня здесь пропаганда чего? Пропаганда достаточно агрессивного феминизма. Нет, ты не находишь? Почему? Ну потому что, потому что этот текст вызывает совершенно однозначный отклик, не будучи документальным, этот текст является фактом искусства, следовательно, рассчитывая на такой отклик, ты занимаешься, в общем-то, пропагандой. Да, это не государственная пропаганда, но это тоже пропаганда. Нет, ну окей, хорошо, пускай я не скрываю того, что я феминистка и не считаю это ничем зазорным, но то, что это агрессивная пропаганда, наверное, я не очень согласна. Ну это зависит уже от восприятия конкретным человеком. Ну наверное, вот так все зависит от восприятия. Ну начнем с того, что человек... Она очень активная. Человек может просто неправильно даже тебя понять, то есть, конечно, зависит от каждого конкретного человека, от его восприятия. Но я не скрываю то, что я являюсь феминисткой, я считаю, что в нашей стране у патриархата очень много адептов, и поэтому не стоит переживать за патриархат в этом плане, не стоит искать ему адвокатов. То есть феминистское движение набирает, конечно, силу. Сейчас тоже. И поэтому я считаю, что каждая женщина, наверное, имеет право к нему присоединиться. Ну и, в принципе, и каждый мужчина, наверное, тоже может к нему присоединиться и стать профеминистских взглядов, потому что, в конечном счете, феминизм говорит об вполне адекватных вещах. Например, о том, что женщина тоже человек, что она равна мужчине, что она может иметь какие угодно права, какие захочет. Но она разве не имеет? Ну, сейчас существует просто определенное количество, особенно у нас в стране, конкретно женских проблем. Это трудно отрицать. То есть, например, отсутствие закона о домашнем насилии, это один из таких кирпичиков в этом здании. Почему? Потому что можно сколько угодно говорить, что мужчин тоже бьют, и все такое, и в семье, и везде. Но все-таки статистика не обманывает, она показывает, что среди жертв насилия большинство женщин и детей, и стариков. Хорошо. А для чего выделять это в отдельный закон? Может быть, стоит работать с правоприменительной практикой и в рамках других законов? То есть, если кого-то бьют, убивают, насилуют, еще что-то, для этого существуют отдельные статьи. Может быть, просто нужно усиливать работу по ним? Зачем отдельно? Понимаешь, к большому моему сожалению, например, в 17-м году произошла декриминализация побоев в семье. Зачем это сделали, я не могу понять. Ее же зачем-то отдельно декриминализировали? Ну, потому что сама по себе статья побои, нанесение там легких телесных повреждений и летяжек. Так я же про что и говорю, что теперь... Она существует отдельно. Если ты побьешь кого-то на улице, то тебя привлекут к ответственности. А если ты точно так же побьешь дома свою жену или сына, или дочь, то с тебя возьмут штраф 5 тысяч из семейного бюджета. Нет, если доказано, что это ты побил, это же не важно, где ты побил. Нет, почему? Я тебе говорю, почитай, в 17-м году декриминализировали побои в семье именно. Потому что вы просто убрали какие-то определенные обстоятельства, но сами по себе побои же не декриминализовывали. Ну, по факту получается так, что, например, женщина вызывает полицию, полиция приезжает, точнее, даже может не приехать. Сколько было случаев конкретно там мои знакомые, активистки, мне рассказывали, я им верю, конечно же. Та же самая Алена Попова постоянно постит у себя, в Инстаграме такие случаи, что женщина звонит, орет в трубку, меня бьют, может, меня хочет убить. Еминты отвечают, что будет труб, мы приедем, опишем. Это реальная история. Ну, то есть, ну, убьет, приедем, мы ничего не можем сделать. У полиции, у самой сейчас, как бы они не хотели помочь людям конкретно, у них нету механизма помощи. То есть, в этом и проблема. То, что, например, приходит, ну, такая вот, например, ситуация. Есть, например, пьющий внук, сильно пьющий. Есть старенькая бабушка, у которой пенсия, например, 16 тысяч. Внук приходит, избивает бабушку, забирает у нее пенсию и пропивает ее. Бабушка, например, идет в полицию. Ей говорят, окей, хорошо, мы заберем внука. Внука забирает, может быть, сутки его поддержат в изоляторе или где-нибудь там в обезьяннике. А потом его отпускают, он приходит домой. Что он сделает с бабушкой, которая на него пожаловалась? Они не имеют права его держать дольше, чем сутки, во-первых. Во-вторых, с него возьмут штраф 5 тысяч, который где он возьмет? У бабушки в кошельке, когда она в следующий раз получит пенсию. А почему у бабушки, а не у дедушки? А может, у дедушки. То есть, ты считаешь, что в этом вопросе это не важно? В этом вопросе не важно. Стариков действительно, что тех, что тех. Даже, кстати, недавно. Недавно я читала историю, ну как-нибудь, месяц назад, что действительно какой-то мужик своего престарелого отца избил до смерти за отказ дать ему пенсию на бухлов. Вот конкретная история. Когда его забрали, спросили, типа, в чем дело? Он говорит, ну, он мне не дал денег на выпивку. А соседи подтвердили, что этот бедный старичок кричал там очень часто. Ну, собственно, был избиваем родным сыном, наверное, на протяжении какого-то времени. И соседи ничего не могли сделать. Потому что у нас сейчас считается в стране, что это семейное дело, сами разберутся. А еще у нас есть такая в стране риторика, например, сам виноват. Сама виновата. То есть, тому же самому деду могли сказать, ну и сам виноват, такого сына воспитал. Ну, то есть, ты этого не допускаешь, что человек может быть действительно виноват. В том, что его бьют до смерти, я считаю, нет. Ну, как бы вот в том, что он доводит другого человека до состояния аффекта. Ну, ты знаешь, я тебе уже говорил, я человек, склонный к агрессии. Я прекрасно знаю, как это работает, как раз-таки с другой стороны. Когда, например, я сижу, и меня там что-то бесит, и я хочу просто подойти этому человеку, заехать по лицу. Или, не знаю, что-нибудь разбить, или вот это вот все. Вот, но ты же понимаешь, что в этой ситуации ты станешь жертвой этого закона. Да, но именно поэтому я за этот закон, потому что закон, во-первых, предполагает реабилитацию для абьюзеров. А во-вторых, я как раз-таки, как, скажем так, потенциальный абьюзер, понимаю, что с этим можно бороться. Что просто, как бы, если у тебя есть сдерживающий фактор, если ты понимаешь, что тебе что-то за это грозит, ну, например, ты своего любимого человека можешь, типа, избить и сделать ему больно, да. А что-то ему сломать, прости господи, или если тебе светит, например, реальный срок, ну, там я просто перечисляю, да, теоретически, то ты уже не будешь так делать. А если ты безнаказан в этом случае, то сдерживающего фактора никакого нет. Вот в чем дело. И я считаю по-настоящему, что каким бы ты агрессивным по своей природе не был, если у тебя есть какая-то неконтролируемая агрессия, с ней нужно бороться изнутри. То есть тебе нужно идти к психологу, тебе нужно рефлексировать. Я, например, очень много занималась управлением, гневом. А стихи помогают? Ну, в смысле писать. Да, ну, то есть выплескивание этой энергии в стихи. Да, но я в спортзал, например, хожу, я бью погруши. Это понятно, это физическая нагрузка. Я имею в виду, что когда ты, например, ты злишься, гневаешься на кого-то, ты это выплескиваешь в текст? Ну, в текст, кстати, нет. То есть эта энергия не связана, да? Ну, нет, ну, потому что, посмотришь, какое стихотворение получится. Я же все-таки влияю на людей на большое количество. Если я там напишу, пойдемте бить людей, кто-то может пойти и пойти. Нет, ну ты же можешь его не выкладывать. Ну, нет, я тебе говорю, я скорее как-то физически с этим справляюсь. Не, ну я могу, например, из себя выписать, просто как-то текстом, не стихами, а просто текстом. Или, например, если повезло, и в этот момент пришло вдохновение, я могу на другую тему что-то написать и просто отвлечься. Ну, вот как-то так. Но ты не выплескиваешь агрессию никогда? Нет, нет. Ну, зачем? Ну, оно как-то, наверное, все-таки не связано. Ну, вот это еще одна, так сказать, один берег, который ты себе ставишь. Ну, да. Потому что, в принципе, агрессия же может трансформироваться, и получается сильный текст, агрессивный. Но ты вот себе ставишь еще одно ограничение. Это любопытно. Скажи, Юль, такую вещь. Вот, если бы ты своим творчеством смогла повлиять, ну, скажем так, на то, какой будет Россия, там, прекрасная Россия будущего через, там, 20-30 лет. Вот какое бы ты ее видела? Я думаю, что в нашей стране не хватает человека-любия и какого-то внимания к человеку как к личности. У нас сейчас очень большая идет милитаризация. То есть, например, меня очень неприятно поражает каждый раз, почему нужно праздновать День Победы именно военным парадом и именно парадом с участием современной техники. Почему это не те танки, которые брали Берлин, да? Почему это современная техника? У нас очень много денег вкладывается именно в милитаризацию. Я считаю, что, наверное, в прекрасной России будущего деньги все-таки будут вкладываться в образование главным образом, да, в культуру, в науку, в спорт, в искусство, что будут какие-то законы, которые будут не ограничивать свободу человека, а наоборот давать ему свободу развития. Что, ну, мне, например, очень нравится тенденция, как в некоторых странах, человеку каждому выдают прожиточный минимум. Это, мне кажется, сократило бы преступность, потому что многие идут в преступники, многие идут воровать просто потому, что у них нет денег на еду. Особенно это стало очевидным во время коронавируса. Ну, Юль, на примере тех же мигрантов в Европе очень хорошо видно, что когда человек живет на пособие, и он не обязан трудиться ради того, чтобы это пособие получить, это приводит к еще большей агрессии. Слушай, ну пособие может быть разного размера, оно может быть таким... А какая разница? Он может не работать, у него появляется праздность, а праздность это, в общем, от всех пороков. Ну, человек же хочет развиваться, он же хочет не просто хлебушек кушать, например, я не знаю, рыбку на хлеб положить. А кто сказал, что все хотят развиваться? Ты хочешь развиваться, но среднестатистический человек может и не так сильно хотеть при наличии гарантированного дохода. Ну, хорошо, ну а для этого есть какие-то, например, социальные службы поддержки, чисто психологические. Ну, то есть искусство, опять ты же говорил про то, что искусство может пропагандировать. То есть можно создавать какое-то искусство, которое бы пропагандировало любовь к развитию себя как личности. Ты себе представляешь такое искусство. Это же не путь наименьшего сопротивления. Человеку свойственно плыть по течению. Ну, не всем. В норме. Почти всем. В норме человеку свойственно все-таки плыть по течению. И это подтверждается очень большим количеством общественных экспериментов, как с теми же мигрантами. И в Америке такое тоже существует. Ну, я думаю, что человек... Это же нормальная сцене человека. Расти это ненормально. Я думаю, что человек все-таки... Это какой-то высокий позыв. Ну, я думаю, что все-таки человек животное обучаемое. Ну, что человеку можно объяснить. Если прям со школы, например. Во-первых, надо изменить, конечно, нашу систему образования. То есть опыт финской школы, например, показывает, что не обязательно над тобой должен стоять учитель с разгой, который будет тебя бить за каждую ошибку в диктанте. Что ребенок уже с детства, если дать ему какие-то удобные условия для развития, он уже с детства сможет самосовершенствоваться, как-то развиваться, выбирать. Ну, то есть свобода – это благо на самом деле. Ну, то есть финская школа, финская система образования признана самой эффективной в мире. А наша вот эта вот кошмарная, я бы сказала, система образования, когда ученик 10 лет сидит как будто в тюрьме, просто под строгим надзором учителя, мучителя, да, с кошмарными одноклассниками, которые тоже... Как у нас стравливают детей, например, когда публично объявляют оценки, и появляется какой-то внутренний рейтинг. А вот у меня пятерка, а у тебя четверка. Ну, это же призывает к соревнованию и к росту. Как раз-таки это очень эффективный элемент роста, как и в корпоративной культуре. Человек может дослужиться до старшего менеджера, директора департамента и так далее. Это мотивация. Ну, не всегда. Не всегда, потому что это же может раздавить чью-то самооценку. Например, мне свойственно... Чисто раздавить, а кто-то будет расти. Ну, мне свойственно, например, не знаю, вот в этой достигаторской культуре существовать, я в ней как рыба в воде, а кому-то нет, и кого-то это разобьет. Ну, то есть я просто говорю, что как бы мы могли бы брать пример с тех стран, где что-то хорошее есть, да, что работает? Ну, в скандинавских странах наиболее высокий процент самоубийств. Ну, низкий уровень преступности, например. Да, но самоубийство более высокий. О чем это говорит? О кризисе личности. Ну, это я, кстати, не знаю. Не знаю. Ну, вот ты не находишь, что вот эта вот система, про которую ты говоришь, она просто приводит к определенному уравнению людей, к приведению их к единой некой планке, норме действительно, но она не позволяет вырасти действительно сильную и развивающуюся личность. Да, это будут очень милые, очень приятные люди, но среди них не будет ни гениев, ни безумцев, ни вот этих вот творцов, которые будут что-то двигать вперед. Ну, я считаю, что если человек по-настоящему гениален, то он самовыразится в любой системе. И как раз-таки, если на тебя сверху не давят, если тебя не бьют палкой за каждую ошибку, как раз-таки, понимаешь... Но тебя и не поощряют за каждое достижение. Так, а у нас в школе поощряют, что ли? У нас как раз школа, это, ну, уравниловка. У нас школа мотивирует к... Не к самовыражению творческому, нет. Но к агрессивному росту она мотивирует. Ну, а каким образом? То же самое ЕГЭ. Ты пишешь сочинения по канонам, ты расставляешь вот эти галочки, ты никаким образом не развиваешься. Тебя учат быть таким, каким ты, ну, как бы удобен государству, удобен, сначала учителю, потом директору. Тебя учат быть лучшим в определенных рамках. То есть, ну да, понятное дело, что ЕГЭ – это довольно унифицированная система. Тебя учат быть лучшим вот от сих до сих. И если ты стал лучшим, ты уже переходишь на следующую ступень, поступаешь в ВУЗ, там уже по-другому реализуются. Слушай, ну, я тебе могу сказать, что я всегда была лучшей в классе. Я училась лучше всех. И почему ты считаешь, что лучше, когда тебя не поощряют за это? Потому что меня за это никто не поощрял в школе. Меня за это в школе никто не поощрял никогда. Ну что, тебе не ставили высоких оценок? Мне ставили оценки, ну и все. Ну, собственно… А как еще нужно поощрять в школе? Ну, а какая разница, какая оценка? Я просто это понимаю, как человек, который задницу рвал на британский флаг за пятерки все 10 лет в школе. Ну, и ты считаешь, что это тебе ничего не дало? Ну, я считаю, что я бы свой характер не потеряла ни в каком другом ключе. Ну, то есть, если бы были условия, как в финской школе, все равно бы мой характер как бы не был менее твердым и каким-то таким. Ну, то есть, я считаю, что если твой характер затупится и не будет твердым, да, от смягчения условий, то значит, он у тебя и сам по себе не твердый, а ты просто адаптируешься. А если ты реально, скажем так, сильный и крутой, то ты себя сохранишь в любых условиях. Ну, просто если тебя не пинают, если тебе создают комфортные условия, наверное, ты вырастешь еще выше. Вот и все. То есть, ты не считаешь, что человеку надо закалять? Я считаю, что человек сам способен себя закалить. И что он закалится, может быть, на другом уровне, если... Ну, то есть, скажем так, если один человек, например, бегает и думает, как ему заработать на кусок хлеба, учась в институте, и при этом учится на очке, и при этом работает на трех работах, например, а у другого человека уже есть какой-то там багаж изначальный. Например, у него есть комфортное жилье, у него есть, например, своя машина, у него есть какая-то базовая еда, базовая... Ну, кто лучше будет учиться? Кто большего добьется, если один тратит уйму времени на то, чтобы просто прокормить себя и поддержать свой уровень жизни, а второму это все дали изначально? Хороший вопрос. Не знаю, наверное, опять же, от характера зависит. Ну, тут сложный вопрос, потому что существует много примеров. Ну, возьмем, когда дало не государство, а, например, дали родители, наследство. Существует колоссальное количество примеров, когда люди, получающие очень хороший уровень содержания, просто там спиваются или становятся наркоманами. Это же частая история. От характера зависит. Да, но если бы они были поставлены в более жесткие условия, они бы вынуждены были все-таки бороться и не поддаваться своим слабостям. Человек же слаб. Не факт, может быть, воровать бы пошли. Может быть, пошли бы воровать, а может быть, пошли бы работать. Тут же нет. Ну, я думаю, что если человек способен спиться, если у него есть какие-то условия, которые ему дают родители, и он их не ценит, то он таким же образом пойдет нечестным путем себе эти условия добывать. То есть, это значит, что просто у него низкий уровень морали и внутренней культуры, и таким образом он просто будет ее компенсировать. Точнее, проявит свою низкую культуру, наверное, при любых условиях. Кого бы ты порекомендовала почитать из современных поэтов? Нашим зрителям. Ну, трех-четырех. Ну, вот, кроме тех, кого уже перечисляла. Анну Сенечеву, очень хороший автор. Максимилиан Потемкин, очень хороший автор. Влад Маленко, хороший автор. Басни. С ними поступают в театральные училища, в театральные институты, например. И стихи очень хорошие. Достойный набор. У тебя есть несколько поэтических спектаклей. Да. Ты готовишь какой-нибудь следующий? Неуязвимость. И когда же он выйдет? А, я думаю, что в сентябре, когда уже откроются театры, когда разрешат мероприятия, когда можно будет не просто маленькие квартирники проводить, а что-то помасштабнее, обязательно сделаем. И это будет масштабный спектакль? Надеюсь. А это будет масштабный моноспектакль или там еще кто-то задействовал? Ну, такое, с элементами виртуальной реальности, потому что на карантине я времени даром не теряла, так же, как и мои читатели. Очень многие записывали видео с моими стихами. Вот эти видео и станут основой для виртуальной части. И мы ждем этого в сентябре. Ну, я думаю. А это будет некая такая вершина вот этого твоего метода интуитивного перформанса поэтического? Я надеюсь, что да. То есть ты отточила свои навыки и покажешь что-то просто вообще. По крайней мере, я очень на это надеюсь и всячески для этого работаю, потому что любой успех – это 10% таланта и 90% пахоты, как я убежден. А каким человек выходит с такого спектакля? Вот что в нем меняется? Что бы ты хотел в нем изменить? Ну, как мне пишут мои многочисленные зрители, им хочется самим писать, им хочется жить и работать. То есть вдохновляет. Хорошо. Ну что ж, Юль, спасибо тебе за сегодняшний разговор. Мне кажется, было очень содержательно. Надеюсь, увидимся еще в разных форматах. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok